Максим Ефимович Асовский, методолог, преподаватель Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации, лично президентом, преподаватель Британской Школы Дизайнера. Максим, Ефимович, пожалуйста. Система, надеюсь, подход, да? Да. Друзья, я на самом деле очень благодарен Людмиле Ивановне, потому что многое из того, что я хотел бы сказать, она сказала другими словами. Вы ее не слышите. А я еще вчера приняла, что мы с вами взаимодействовали. А я сейчас буду другими словами пытаться рассказать то же самое. И мне будет очень тяжело, потому что мне кажется, она будет это все говорить по-человечески, а я буду говорить, как это я обычно рассказываю мелочью. А вы говорите по чему? Значит, системно-выследеятельностный подход – это… Мысленно-деятельность? Да. Или системно-действенно? Системно-мысленно-деятельностный подход. Значит, все-таки не системно-деятельностный, а системно-мысленно-действенно. Да. СМД. Это основной вектор теории маследеятельности, которая была разработана сначала в Московском логическом кружке, потом в Московском металлогическом кружке. И вы должны знать основных акторов Московского металлогического кружка, это Георгий Петрович Дровицкий, Ильконин и массу других людей, которые оказали огромное влияние на развитие образования в Российской Федерации, в СССР. По сути дела, я думаю, что имели влияние и на мировую педагогику, и на мировую философию, в том числе. И то, что я буду вам сейчас рассказывать, это, по сути дела, моя собственная сборка, я не претендую на аксиоматику в этом вопросе. Вы можете всегда взять работу, прочитать их и на них посмотреть, как это на самом деле трактуется моими учителями. Начинаю я обычно с того, поскольку у меня мало времени, я ввожу схему деятельности, схему деятельности, которая была введена в Московском металлогическом кружке. И, по сути дела, мне интересно их для вас сделать, поскольку ранее была заявлена тема исследовательской деятельности. И вот как, значит, в работах Московского металлогического кружка рисуется от деятельности. От деятельности – это процесс, при котором из исходного материала делается конечный продукт. Это целевая деятельность, у нее всегда есть цель, она всегда решает некую проблему. И для того, чтобы из исходного материала сделать конечный продукт, необходимы знания, способности и средства. И, собственно, вот эта вот вся схема – об деятельности. Она очень простая, в мировой управленческой науке такой схемы нет. Это советская схема. Что в ней интересно? Когда я свою дочь спрашиваю, говорю, слушай, ты занимаешься танцами? У тебя какая цель? По схеме об деятельности. Она знает схему об деятельности. Она говорит, папа, я все помню. Я занимаюсь танцами, у меня цель – стать чемпионкой России. Я вот здесь, и моя цель – вот здесь. Я говорю, дочь, подожди, ты какую проблему решаешь? Где у тебя исходный материал для конечных продуктов? А, она говорит еще, а вот здесь вот у меня знания, способности и средства. Я вот так вот буду развиваться. То есть у меня сейчас недостаточно способностей, я их начинаю развивать. Вот здесь вот этот сосудик, он исполнится. Я говорю, подожди, меня так не устраивает. У тебя неполная схема. Давай думать, чем ты занимаешься. Ну и мы начинаем думать. Ну, у нас есть ответ на этот вопрос. Но вот если мы берем исследовательскую деятельность и даже исследовательскую деятельность учащегося, мы должны понимать, что у нас не может тут сказать ни исходный материал, ни конечный продукт. Потому что конечный продукт должен в итоге в деятельности человеческой замещаться, не просто должен быть полезным, так говорит людмила Ивана, а он должен замещаться, я вот так вот нарисую знак рубля, деньгами. Потому что всю историю человечества пользует, меряется деньгами. И, по сути дела, если появляется бесполезный продукт, то, естественно, его нельзя продать. Если он полезен, то хотя бы за рубль его кто-нибудь хочет. Потому что все, что мы делаем, оно и видит ценную ценность. Ну и, собственно, давайте здесь чуть-чуть остановимся. И если есть вопросы, какие вы их заданете? Если нет, я буду сам с собой разговаривать, и там себе буду задавать вопросы и на них отвечать. Есть ли эти вопросы? Есть пожелания, когда будете писать, стойте с этой стороны, а с дочкой она разговаривает? Хорошо. Для чего с дочкой договорились? А? Для чего с дочкой договорились? С дочкой договорились, что она себя мыслит, как исходный материал в этой ситуации. Коничный продукт, она развивается до спортсмена высокого уровня, со способностями, знаниями и средствами у нее все нормально. Проблемы, которые у нее возникают на этом пути, она решает. А цель такого продукта, она как качественный спортсмен, она передает потом в качестве средства в другой, а в деятельности, где она себя может использовать как учителя для других танцоров. И, соответственно, она себя помещает как средство в другой, а в деятельности, и тогда ее деятельность по выращиванию других спортсменов вот здесь становится полезной, и это стоит денег. Очень сложно, как вы учебные работы примените, так научно-исследовательские действия. Ну, собственно, мне бы хотелось, ну тут параллельно идет, значит, класс по проектной деятельности. Проект не там проще. Мы должны понимать, что вот это и есть проект. То есть проект, он по-другому не выглядит. То есть проект есть точно так же. Исходный материал, конечный продукт, цель, проблема. Решение проблемы, да. Я, кстати, хочу сказать, что вот в латинском проблема и цель, по сути дела, это однокоренные слова. Цель в английском, purpose, брошенный вперед, под force, то, что мы кладем вперед. А проблема, это пробелом. Это вот близкое слово пробелом. Это то, что мы тоже выстрелили вперед. То есть, по сути дела, а ну почему впереди? Потому что мы его еще не видим, и нам туда вот еще добежать надо. Ну, собственно, от деятельности был бы прост и неинтересен, потому что я думаю, на него проект не интересен, если бы здесь не лежала за ним более важная история. А именно, над актом деятельности существует рефлексивный слой. Чтобы нам рассмотреть, как вы говорите, исследуйтесь к ее деятельности, а я эту схему ввожу для того, чтобы мы таким образом рассмотрели образование, конечно. Потому что мы здесь, в этом акте деятельности, должны увидеть школу вообще. Мы должны себя отсюда забрать в рефлексивный слой. То есть, вот мы вчера рисовали с вами школу, мы ее нарисовали на листочке, то есть, мы нарисовали, чем мы занимаемся, а мы сидели, вот так, этот листочек лежал на столе, а мы на него смотрели сверху. То есть, по сути дела, мы деятельность из рефлексивного слоя оцениваем и управляем ей. Это управленческий слой. И для того, чтобы совершить акт управления на деятельность, надо на нее, конечно, снаружи посмотреть. Откуда-то и с другого места смотреть. Значит, я выделяю в акте деятельности следующие позиции. Есть некий архитектор, который задумал проект, полностью увидел и сказал, вот будущая деятельность будет выглядеть у меня вот так. Или там, будущее здание будет выглядеть вот так. Или помните, как вчера Манилова приводили в пример, он вот архитектор. И вы знаете, наверняка много архитекторов, которые не ставят своей задачей построить что-то в итоге. Они делают эскиз, рисунок, они говорят, ну будет вот так. Там размахивают рукой, говорят, это вот красивая такая штука. Значит, это человек, который вот так вот деятельность представлен. Значит, дальше, когда мы вот строим дом, нам нужен прораб. Правда? Ну вот задумали, а сами строить не будем. Потому что, ну что, кирпичи класть, там, гвозди забивать, и все остальное. Мы, в общем, этим не занимаемся, есть специально обученные люди. Вот я вот написал здесь прораб. Да? Значит, интересно тоже, этимология наверняка этого слова, потому что раб и ребенок – это одинаковые слова, имеющие один корень. То есть, рабы – это дети, которые, в общем, были детьми, поскольку не разговаривали на языке общения римлян и к ним относились как к детям. И поскольку они, в общем, не могли в полноценном общении это участвовать, то их, конечно, использовали как на своих целях. Ну, я имею в виду, что здесь, конечно, не прораб, и не раб, и не ребенок. Здесь вот такой у нас администратор, который должен этой деятельностью управлять. Это вот вторая позиция. То есть, по сути дела, этот администратор в кружке московскому экологическому принято управление обозначать не вот так вот отношениями стрелок, а принято обозначать вот так вот, что деятельность полностью поглощенная. Ну, вы знаете, да, то есть, если он здесь вот и других людей и деньги использует в качестве средств, это вот ваш директор, он вот полностью, там, значит, в школе может делать все, что хочешь. А делает он это по системе Калинского, я надеюсь, который является архитектором современной классно-урочной системы образования. Значит, он с ним, конечно, находится в диалоге, ну, и наверняка делает уже не так, как тот планировал, но, в общем, имеет в виду, что вот эта система, она кем-то была разработана. Ну, если он, архитектор, конечно, уничтожил, он делает сам, несет за это риск, он со мной архитектор, и все остальное. Значит, кроме администратора, нам еще очень нужен инвестор. Ну, в любом активе деятельности я что-то придумал, значит, нашел строитель, теперь нам еще где-то деньги взять. Да, он в банк могу взять, могу, значит, сам выдать, тогда я буду инвестор, а могу быть, могу архитектор нанять, он не эскиз сделает, и, соответственно, инвестор, и буду сам инвестор. Инвестор, он тоже деятельность захватывает полностью, ну, может, деньги не дать просто, и вся деятельность закончится. У него, в общем, простая очень история. Если говорить о сфере образования нашей, то есть мы тоже так достаточно часто с этим сталкиваемся. Я специально смотрел, сейчас вроде бы по всем бюджетным, муниципальным, федеральным программам, если их кучу собрать, в год приходится 30 тысяч рублей на одного ученика от государства. Не знаю, коррелируют эти цифры с тем, что вы знаете или нет. Я вот специально смотрел. А? Нет, конечно. В смысле? В смысле, вроде дают больше. Больше? Ну, я делил вот сам. То есть взял с сайта Министерства образования такую таблицу, значит, посмотрел, там у них вроде все в куче собрано, поделил на количество участников, учащихся из другой таблицы. У меня получилось 30 тысяч. Я подумал, что это очень мало. Мне казалось, что должно быть больше. Ну, в общем... С другой стороны, если мы посмотрим, значит, на запад, у меня есть пример, там, хорошая школа в Калифорнии, в Лос-Анджелесе, где 150 специальностей, колледж, 150 специальностей обучения, стоит 6 тысяч долларов в год. То есть 180 тысяч рублей. Ну, это уже, по сути дела, частное образование. Мне кажется, это даже дешевле, чем частное образование в России. То есть, если мы сейчас сравним, мы получим где-то, наверное, в два раза дешевле, чем частных школ в России. Ну, это не важно. Это я просто проверю. Значит, кто еще лицет? Есть еще вот потребитель. Ну, покупку у нас продукт, получается, в итоге. Потребитель будет, в конце концов, упользоваться. И потребитель, ну, а у нас, по сути дела, в этой системе, если мы говорим про школу, потребитель это, в конце концов, работодатель, потому что он здесь получает выращенный каким-то образом. Но это я уже догадываюсь. Я бы хотел, чтобы вы такую работу провели, выращенный каким-то образом детей в свою. систему, значит, он очень недоволен. Система образования, он говорит, плохих нам, вот здесь вот, производит вот, вот, работники удачных концов. Система образования, понимается, такое образование? Все. Вообще все. Ну, да, как быть, с тем, что мы сейчас берем, что образование вообще всю жизнь? Ну, тогда у вас разные потребители. То есть, у вас зачем, ну, на этом месте? Я просто пытаюсь понять, ну, о чем это сделано. Значит, Михаил, я не могу сказать, что образование всю жизнь, ну, поскольку интеллект, само слово интеллект, значит, мышление, интеллект от интервейдера, то есть, ну, разделяем это по-латыни. То есть, соответственно, если мы учимся в более зрелом возрасте, говорим, образование у нас идет всю жизнь, да, ну, я, я же так не говорю, то мы как-то имеем в виду, что мы каким-то образом себя, вот, исходного такого, доращиваем до себя какого-то вот необходимого. Ну, так дотягиваем. Я не знаю, то есть, там, образование оно, ну, и я потом покажу, как образование в разных слоях этой схемы вообще разное. То есть, мы можем назвать образование что-то здесь, можем что-то здесь, будет еще один слой, там еще будет образование. Поэтому я не знаю, из какого слоя образования вы спрашиваете, но если в слое вот в этом, где происходит обучение кого-то до кого-то, и потом это используется потребителем этого процесса. Я с тобой спросил, потому что у меня не сходится по логике. Значит, если мы говорим об общем образовании, то говорить о том, что на выходе общего образования должен быть кто-то входящий в производство, как на сегодняшний день не работает. Значит, если мы говорим о том, что даже, и таким образом, они тоже ни к одному производителю приходят, а к нескольким, то есть, каждый уже начинает строить свою образовательную траекторию по-своему, даже в рамках нашей замечательной системы. Не очень понимаю. Смотрите, вы же не хотите сказать, что они потом никому не приходят и не продают себя. Кто? Вот я по тому спрашиваю, те объекты нашего образования, которые вот здесь. Но ребенок, когда выходи в школу, он у себя там дает? Кому все отдает? Ну, если это уже детали, моя детская схема, она, давайте схему вы сложите, то есть, и всем условиям, давайте сложите схему, а потом будем вам... Не, 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 почему? Нормально это самое. То есть, для кого школа производит этих самых выпускников, скажите. Для них... Для них... лично... С тем, чтобы попасть... даже здесь примените... Давайте, ну, недолго, потому что у меня тоже... Не, долг. Это то, что мы говорим, потому что он дальше должен попасть на вход какого-то высшего учебного заведения. Таким образом, школа должна подготовить к тому, чтобы он куда-то попал. Третий вариант, мы говорим, по поводу того, что рабочих у нас не хватает, значит, кто-то из школы должен попасть в рабочую. Михаил, я с вами полностью согласен. Смотрите. То есть у нас... У нас несколько... Это очень многое. Коллеги. Коллеги. Я об этом говорю, что цели нету, каждый вправе понимать... Подождите. Нет. Каждый, конечно, вправе понимать по-своему. Михаил, вас не было, я просто показывал на примере дочери, что для себя развиваться смысла нет. Потому что ты, если развился, то кому-то принесешь пользу от своего развития. Если ты развился таким развитым, то ты кому-то пользу будешь приносить. Это мой потребитель будущий. тот, который тебе заплатит деньги за твое развитие. Ну, если просто это все рассказывать. Если ты готовишь для вуза ребенка, то он предъявляет к реперии к качеству выпускаемого здесь продукта. Качество ученика. Окей. Значит, но это же вопрос такой. Если для вуза мы готовим, а вуз за это готов платить? То есть он за учеников платят? Нет. То есть это часть какого-то процесса, за который заплатит тот, кто будет потом платить деньги за этого развития. Но цель размыта, именно поэтому непонятно с тем. Ну, подожди, если мы фиксируем, что цель размыта, лучше ее прояснить. Она здесь не может быть неразмытой. Почему? Ну, потому что не может, потому что слишком много участников здесь и слишком много точек зрения. Ну, я говорю, смотрите, мы как раз сегодня вечером по моей задумке будем этим заниматься. У нас пока участников с вами четыре, должно быть шесть. Я вам сейчас всех нарисую. Значит, это у нас архитектор этой системы, тот, кто задумывал и видел цель каким-то образом. У нас есть же конец, который придумал классноурочную систему и всю эту образовательную траекторию, которая существовала в индустриальном обществе. Есть инвестор на данный момент в социалистическом государстве. Это государство. В капиталистических это частично государство, частично родители, частично бизнес. Ну, может быть, если вы найдете мне других инвесторов в капиталистических странах, то мы их тоже туда запишем. Тем, кто платят за существование вот этой деятельности. Но если мы сюда поместим какой-нибудь завод, любой, ну, там будет то же самое. Администратор. Он со своей логики тоже управляет этим процессом. Та лекция, которая была с утра, это про управление экономическое процессом образования. То есть он этим процессом управляет этим, какого не видит. Они им не нужны, он занимается межкупой, как мы говорим. То есть тут, ну вот, рутинной деятельностью. Здесь у него качество средств. парты, столы, новые технологии, учителя, расписание, электронные дневники и так далее. Вот он этим как-то всем управляет. Туда дети пришли. Покормить надо. И так далее. Значит, с потребителем, ну, так скажем, я думаю, мы разобрались. То есть, лучше сказать не то, что цели нет, а то, что непонятно, кто потребитель. То есть, кого сюда ставят? Родители. Да, то есть, родители сюда заявляют требования в качество вот этого продукта. Или работодатель, или будущее, да, или государство сюда поставит. Вот какой-то есть, который, знаете, потом скажет, плохая система образования. Да? Ну, кто-то есть какой-то представитель. Может, учитель скажет. Может, учитель, вообще, потребитель этого всего. Я не знаю. точнее, у нас будет заказчик. Ну, правильно, у нас заказчик был. у нас заказчик был. Ярочный, 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 да, и администратор на этой системе. А инвестор, когда деньги платит, он заказчик или нет? Это вечный. Вы здесь, как раз, это принципиально равенство. Подредитель, он просто употребляет. Ваша схема, в таком случае, не работает. Потому что нет механизма обратной связи. Заказчик, он пишет ТЗ, для системы. То есть, он ее управляет. Ну, послушайте, в моей схеме, ТЗ пишут все вместе. Вы там поставьте, как антонберс, поставьте на потребителя. Вот у него система, ее все будет придумывать. В моей схеме, в моей схеме, ТЗ пишут они все вместе. Они занимаются схоластикой, а вы это скажете, заказчик. Тогда всем понятно. Ну, подождите, если я скажу, заказчик, ничего не косметит. Я вам еще раз говорю, русским языком. А я вам русским говорю, тот, кто платит деньги, тот, кто платит деньги, не тот, кто заказывает ТЗ, а тот, кто платит деньги за продукт. Вы меня слышите? И видите разницу? Ну, тогда введите обратную связь в вашу схему. В вашей схеме нет обратной связи, она не жизнеспособна. Как ввести обратную связь? Вот именно так, что заказчик, он напишет ТЗ, это и есть обратная связь. Я вам еще раз говорю, заказчики, они все. Вы меня слышите? Заказчик может быть один. Ну, подождите, у вас один. А в жизни они все. Послушайте, когда инвестор платит деньги за это все, он является заказчиком? Вы не писали инвестиционные проекты, а вы не знаете, что такое инвестиционные проекты? Послушайте, я писал столько инвестиционных проектов. Я не правильно не писал. Вы знаете, вы не выигрывали деньги, вы не выигрывали. Слушайте, я, может, и не выигрывал, но я, как минимум, вписал ТЗ на разработку очень больших систем. Другую точку зрения. У вас своя, а тут своя. Нет, если у вас один заказчик, я вам могу сказать, что он несет риск за них за всех. А вы строили дом? Скажите. Строил, но я же не беспокоюсь, на шапажах ездил. Это умеете делать. Ну, хорошо. Ездили на вас стоят до сих пор. Вы ездили вот здесь, да? То есть, вы строили здесь. Вы были заказчиком? Нет. В смысле, я и здесь, я поступаю, я и заказчик. Я плачу деньги. Ну, подождите, вы когда строили дом, заказчик где был? Ну, я говорю, это было 20 лет тому назад, заказчик был вот наш подшипный колхоз. Они мне платили деньги. Хорошо. То есть, я вам рассказываю о том, И он же был и потребитель. Деятельность. Почему? Потребители уже в угодом потребляли буренки. А потребители, ну, послушайте, я вам расскажу на примере дома. Да? Значит, заказчиком дома является, казалось бы, тот, кто строит дом. Правда? Вы не хотите разговаривать? Строят дом отдельно, заказывают другие. Проект составляет третье. Это неправильно. такая, это тоже... Неправильно? Ну, неправильно, видите, так жизнь устроена. У вас один заказчик, а это неправильно. Значит, смотрите, есть потребитель, который заходит в дом и видит, что там потолки полтора метра. И он говорит, это плохие потолки, меня это не устраивает, я в таком доме жить не буду. И не пользуется этим домом. То же самое, когда мы вам рассказываем про систему образования. Когда некие потребители говорят, нас система образования не устраивает, российская, и мы платим деньги в другую систему образования, где точно так же есть администраторы, точно так же есть архитекторы, и они в этой деятельности не хотят участвовать и переходят в другую деятельность, за границей. То есть, они имеют возможность выбрать себе. Точно так же, как есть возможность выбрать школу, есть возможность выбрать вуз, и есть возможность в общем другую систему действительно выбрать, ну, специальности выбрать и так далее. То есть, вот здесь есть такая фигура, Которую я не знаю, как пока называть, но факт, что она выбирает. Кроме потребителя, есть еще такая позиция, которую мы называем лучшей практикой. Беспрактис. Эти беспрактис управляют этим процессом точно так же. Это достаточно, так скажем, тяжело для простого понимания. Можно привести такой пример. Вы видите, как сейчас развивается Wi-Fi, 3G, GSM и так далее. Ну, то есть, вот это вся мобильная связь. Значит, Google вместе с канадской компанией заявил о том, что в течение 5-10 ближайших лет они сделают систему, при которой Wi-Fi будет доступен из космоса по всему земному шару. И это сейчас влияет на все решения, которые принимали они раньше. Еще этого нет, но мы уже должны строить свой бизнес так, как будто это уже есть, и готовиться к тому, что будет в будущем. Ну, то есть, вот для чего делаются все эти форсайты. Чтобы посмотреть из будущего, какие есть лучшие практики уже сейчас, ну, как бы, чтобы посмотреть сейчас, какие есть лучшие практики, потому что понятно, что в будущем они будут не единичны, а массовы. И эта позиция является таким, как бы, сильным конкурентом, который убивает нашу деятельность в настоящем. Это персона или ресурс? А? Это персона или технология? Ну, это позиция, там может быть много персон, организаций, но я не знаю, что такой ресурс, что вы под этим подразумеваете. Подразумеваю, он то ли будет, то ли не будет, и можно пользоваться, можно не пользоваться. От этого все остальные роли не меняются? Нет, не меняются. Но вот до этого там раньше были нарисованы роли, которые как-то влияли на процесс. Вот я поэтому пытаюсь понять это, что такое. Это позиция. Это позиция. То есть это не роль. Это место такое. То есть то, что вы можете даже не знать о том, что оно уже сейчас влияет на вашу деятельность. Это ваши конкуренты, враги, которые заставляют вас изменять это все. Учиться. Вот они как раз на самом деле, если говорить по большому счету, драйверы образования. Потому что они заставляют постоянно менять деятельность вот здесь. А менять можно только обучаясь и развиваться. Драйверы персон, а технология механизм? Михаил, ну я же не могу, значит, ну пусть будет персонами. То есть я тогда это все буду называть персонами, чтобы вам было понятно. Я не знаю, как сказать. Здесь есть место такое в нашей жизни, что мы с вами вот разговариваем, ходят, а кто-то уже принял решение о том, чтобы нас покормили. Я не знаю, драйвер это или персона, но факт, что мы от этого зависим. Мы пойдем именно поэтому на обед. Вы думаете, что мы сами что ли пойдем? Если мы сами пойдем обедать, то нас никто не накормит. Это правда. Поэтому это не мы принимаем это решение. Это принимают решение вот здесь. Не, ну это самое, я в общем, это да, такой, ну как бы, понимаете, когда производители пейджеров внезапно обнаружили, что у них нет рынка, то это не потому, что это сделали потребители, которые сказали, что нам эти пейджеры не нужны. А из-за того, что распространились очень сильно технологии мобильных телефонов. И они распространялись как, вы помните, первые телефоны стоили там по тысяче, по полторы тысячи долларов, их никто не мог себе позволить. И все думали, что так будет всегда, поэтому все будут пользоваться пейджерами. Открыли эти компании, купили в Китае пейджеры, построили колл-центры, чтобы их обслуживать. А потом технологии подешевели, потому что стало понятно, что ну не может мир без этого жить. Все будут ходить с телефоном. И те, кто об этом забыл, получили лучшие практики в виде телефонов, как управляющую позицию для управления своим бизнесом. И вот эта позиция, она заставила их отказаться от этого бизнеса, потерять деньги и так далее. А вы думаете, речь разве только про пейджеры идут? А фиксированная телефония? Мне кажется, вот база, в которой мы сейчас сидим, Ростелеком, он до сих пор не понял, кто управляет его бизнесом. Они думают, что они управляют, а оказывается, ими управляют лучшие технологии, которые где-то созданы и постоянно заставляют их меняться, а они не хотят меняться. И удивляются, а как это так у нас пропал рынок? И есть еще одна позиция, очень важная в деятельности. Она точно очень условная, и я не смогу назвать, вот для меня иногда составляет трудность найти ее в реальной жизни. Вот эта позиция позволяет им всем общаться, видеть друг друга. И не ссориться. То есть это такой судья вообще в деятельности должен быть. Который позволяет им всем вести коммуникацию между собой. То есть, условно говоря... А сколько еще времени? Я это самое все, да, у меня уже нету. Ну минут еще... Пять-десять. Пять-десять. Ну то есть, вот таким образом устроена деятельность. Между вот этими позициями, между всеми. Приятной жизни. Ну хорошей компании, если мы возьмем одну компанию, да? Это совет директоров. То есть это этот человек, как председатель совет директоров. Если мы возьмем какой-нибудь рынок, то это будет, скорее всего, конференция какая-то, где эти все позиции должны быть отражены. А эта позиция будет организатор этой конференции. Ну и по сути дела, если мы говорим о системе образования, мы вот сейчас такой рефлексивный слой создали над нашей деятельностью в области образования. И вот по этим правилам примерно ведем коммуникацию, рассказывая, где здесь лучшие практики, в чем проблема администрирования, где вообще был план и в чем задумка системы образования, как она финансируется, что думают по этому поводу потребители, кем бы они ни были, родители, ученики, работодатели и так далее. Значит, в теории мыследеятельности коммуникация, в том числе между этими позициями, но и в жизни тоже, рисуется вот таким образом. То есть показывается, что никакой текст не может быть передан точно от одной позиции к другой. Передается всегда с разрывом. В этом смысле мы имеем всегда в виду, что мысль невыразима. Ну и должны принимать это как данные, по сути дела. Передается оно только в одном случае. Если у коммуницирующих есть общая ситуация деятельности. Поэтому для меня, естественно, под большим вопросом всегда передача знаний таким образом транслируемым, лекционным способом. И понятно, что вот такую схему можно пропустить через себя, только находясь в ситуации общей деятельности. То есть у меня нет никаких иллюзий, что я иногда говорю просто воздух. И у нас с вами нет общего для того, чтобы понять друг друга. Я еще раз перерисую. Значит, у нас будет здесь исходный материал, конечный продукт. Да, у меня было такое ощущение, когда была пленарная дискуссия. Знания, способности, средства. У меня всегда такое ощущение. Я иногда думаю, вот человек выступает, неужели он думает, что его понимают? То есть, ну вот, это такое очень смелое, ну как бы амбициозное мысль. Что я что-то говорю, а меня понимают. Мы изреченная есть ложь. Сказать о том, как ты живешь, мы изреченная есть ложь. Значит, я вам рассказывал, что это слой деятельности. Здесь у нас слой. Он называется слой мыслекоммуникации. То есть, это не просто коммуникация, а слой мыслекоммуникации. Это управляющий слой над деятельностью. Здесь есть позиции. Я про позиции рассказал на самом деле просто потому, что люблю про это рассказывать, но классическая схема будет вот таким образом. То есть, здесь просто вот позиция, которая коммуникация. Почему он существует, и мы его не можем преодолеть. Есть еще один слой. Слой у Георгия Петровича Гравицкого, называется слой чистого мышления. И, собственно, когда у нас возникает разрыв коммуникации, мы выходим в слой чистого мышления. И в слой чистого мышления обозначен таким образом, что тут у нас есть такие два мониторчика в мышлении людей. На одном у нас объекты, и эта доска называется объектно-онтологическая доска, а на другом схема деятельности. Ну, это такое упрощение, то есть я же не могу там всю картину мира рассказать за 40 минут. Значит, что про объектно-онтологическую доску? Людмила Ивановна тоже об этом говорила. Мы, по сути дела, едим каждый разную еду все-таки. Ходим по разным местам, в разные музеи, смотрим разную музыку, читаем разные книжки. Иногда смотрим телевизор один и тот же, но разные передачи. Поэтому каждый формируется разными способами. И мышление, ну, наследственность играет роль и семья, и все остальное, то, о чем как раз мы говорим. И мышление захватывает из действительности только то, что вот обусловлено нашим воспитанием и нашей жизнью. То есть, если я вам, ну, например, не знаю, задам вопрос, там, как вообще устроен этот потолок, например. Вот тут посмотрите на него, и мы с вами увидим разное, да? Там, я не знаю, это гипсокартон или натяжной потолок, может быть, кто-то из вас знает. Или, может быть, просто, значит, покрашенный. А строитель посмотрел бы и сказал, что это точно вот то, что он смог захватить в мышлении, и это является вот объектом его деятельности и действительности, и он по этому поводу может общаться и так далее. Я помню, что много лет назад на меня произвело большое впечатление о том, что достаточно много женщин не знают, что такое татами. 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 Ну, кто-то знает, кто-то не знает. Но у меня было огромное открытие, что кто-то не знает. Я думал, что это знают все. То есть, по сути дела, мы имеем в своем мышлении очень разные объекты, по поводу которых общаемся. И вчерашняя игра должна была показать, что у нас даже слово «школа» захвачено разным образом. Но, по сути дела, у вас оно должно было быть захвачено близким образом, поскольку у вас деятельность общая, и вы находитесь внутри нее. А для меня это совершенно не очевидно, что он нарисовал. У меня «школа» — это другой объект совсем. Я его совсем по-другому представляю. А если бы здесь были строители, то они бы сказали, ребята, а что вы вообще рисуете? Школа — это дом. Там стены, полы, парты и так далее. А вы нам рассказываете про, я не знаю, знания, навыки, детей. Школа — это место без детей. Мы ее строим, а вы нам рассказываете про детей. Значит, здесь вот такие вот разные объекты. У кого-то кружочки, треугольнички и так далее. У кого-то, значит, квадратики. То есть у них, у этих двух была разная деятельность. Или там жили они в разных странах. И вот этих вот объектов у них разное количество, и они разные. Это, в общем, всегда так. И я говорю, ну, послушайте, ну, если уж мы в своих семьях не можем найти общего языка, хотя ближе, чем там мои родители, мои дети, у меня никого нет, то что мы хотим от других людей по вопросу понимания? То есть они, конечно же, всегда нас не понимают. Значит, самодельностная доска здесь в следующем образом. В принципе, я думаю, что у человека есть достаточно ограниченное число схем, по которым он живет. То есть если, ну, грубо мы возьмем какого-то человека, то он утром завтракает, идет на работу, обедает, приходит с работы, смотрит телевизор, ложится спать, ругается с женой, значит, проверяет дневнику детей. И, в общем, у него такая схема жизни. Для него выехать за границу, получить загранпаспорт, пройти таможенный контроль – это новая схема, которую ему предстоит только освоить. Поэтому набор вот этих схем, коммуникации, деятельности, вот здесь вот, на этих доступах тоже у людей совершенно разные. Когда мне говорят про проблемы, я говорю, послушайте, для кого-то утром встать проблемой. То есть у него вот такой схемы нет, ему встать вообще и чем-то заняться. Соответственно, это вот такие представления о деятельности существуют в общей ситуации деятельности. Эти два блока, то есть труд деятельностная схема, объектно-анкологическая, вот эти позиции, которые я сейчас рисовал, будут примерно одинаковые. И если, в общем, мы ставим себе вот из этой позиции судьи, да, или там председательный совет директоров, или, ну, такой методологический, задача, отрефлексировать деятельность и посмотреть, туда ли оно идет и так ли развивается, то нам надо создать такую ситуацию, в которой мы бы все позиции представили, проиграли в какой-то игре в модели то, что представляет из себя вот эта деятельность, таким образом синхронизировали бы свои вот эти доски и могли бы двигаться дальше. Ну, это такое, это как бы пожелание, а история нам показывает, что вот эта трехслойная схема, существующая как бы в действительности человечества, если она работает, то деятельность тогда эффективна, то есть вот эти все позиции деятельности управляют эффективно, и она начинает продолжаться, несмотря на то, что физически люди, которые существовали вот здесь вот, и что-то из исходного материала, делали какой-то продукт, в соответствии со своими целями, знаниями и опытом, и средствами, управляют, а деятельность продолжается, то есть, по сути дела, вот в такой схеме воспроизводится норма, или, можно сказать, деятельность является эффективной, и вот она продолжается, если считать время, во времени, и воспроизводится в конкретных жизненных ситуациях еще. И, по сути дела, если мы действительно заглянем в историю человечества, то мы увидим, что нормы не меняются в течение веков, и существуют независимо от того, приняты по этим нормам законы, или стандартные, или не приняты. То, что мы считаем культурной нормой, оно воспроизводится во времени, и транслируется, соответственно, по этому поводу поддерживается деятельностью, и поддерживается такой вот, я бы сказал, институциональный межпозиционный рефлексий. Что это означает для системы образования? И я на этом закончу. Во-первых, мы с системой образования встречаемся вот в этом слое, когда мы говорим, что образование – это организация, в которой из исходного материала человеческого производится такой-то продукт более совершенный, и мы этот процесс можем администрировать и наблюдать. Второй раз мы с системой образования встречаемся в слое коммуникации, когда мы говорим, что вообще запрос на обучение и развитие человеческого материала возникает только потому, что кто-то где-то есть очень умный, который, если мы не научимся тому же, что и он умеет, просто нас поглотит и сделает нас объектом своего управления. Поэтому нам надо учиться и становиться лучше. Ну и любой запрос на образование, посмотрите, аж с первобытных обществ. Развитие технологий происходит только из-за того, что где-то какой-то сумасшедший что-то изобрел, и теперь у него это есть, и он более эффективен в своей деятельности. И мы его видим вот здесь, вот в этой позиции, говорит, смотрите, он стал эффективнее, и нам надо теперь стать как он. И в этом смысле он делает запрос на образование вообще в принципе. А дальше, смотрите, абсолютно неочевидные вещи, которые мы все время говорим, но схематизировать, по сути дела, я не знаю как. Я даже это у Людмилы Ивановны тоже видел. Но на этой схеме это можно схематизировать. Школа возникает вот здесь. Школа возникает вот здесь, как управляющий слой для вот этого перехода. Вот переходы из этой ситуации, вот в этой. Потому что теперь норма, которая возникла вот в этом трехслойном, объекте, мы должны передать в будущее. И по сути дела школа является таким местом, которое эту норму и передает. Ну, вместе, естественно, со всеми социальными институтами, родителями, значит, ну, наверное, да. То есть школа удерживает все то, что возникло вот здесь. И об этом, конечно, еще дальше нужно думать и разговаривать. Потому что помимо школы этим занимается мышление в принципе. То есть вот мышление какое-то, мыслекоммуникация. То есть то, что мы видим, о чем мы разговариваем друг с другом. Это тоже удерживает вот все эти нормы. Этим же занимается язык. То есть непосредственно коммуникация. Ну, вы смотрите, мышление отделяет, да, в традиционных предметных дисциплинах. Язык отдаем лингвистике, там, филологии, там, коммуникации, там, психокоммуникации какой-нибудь. Но на самом деле это одно и то же. То есть это же у нас удерживает язык эффективную деятельность и передает в будущее. И школа является либо одним из операторов этой передачи, но поскольку мы школу отдали как минимум все науки и предметы, которые нам обеспечивают эту эффективность. И просим, говорим, ладно, мы в семье алгебру передавать не будем, но мы же знаем, мы в школу приведем, вы же передадите, нормально, чтобы дети выросли, а потом, значит, чтобы они, когда внуков родят, тоже в школу передали, и чтобы у нас алгебра постепенно управляла вот этим процессом передачи эффективных наук для нашей деятельности. Ну и, по сути дела, норм, которые нам нужны. Ну и, по сути дела, школа, она хоть и является одним из операторов, она является таким, как бы, оператором не очень важного уровня, потому что, ну, в конце концов, если школа не передаст, то ее можно закрыть и поручить это какой-нибудь новой школе. Ну, если какая-то будет более эффективная. Ну, например, ну, я грубо очень пример приведу. Воскресные мы, типа, ликвидируем, и на их месте вообще образовательные вот у нас после революции возникнут, а они будут там передавать какие-то... Все, коллеги, я закончил. Собственно, спасибо большое. Ну, Максим Федорович с нами все дни, так что мы еще будем работать. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...